Мой эфиопский привет выходного дня всем вам, жителям городов и весей нашей необъятной родины. За эту неделю произошло столько всего интересного и фееричного, что мы с трудом уместили это даже в большой выпуск A1 News. И так в ближайшие полчаса. Главное музыкальное событие года – шоу немыслимых масштабов, каких Москва еще не видела. Как вы уже, наверное, догадались, речь в сегодняшних новостях пойдет о приезде ЮТУ, что заставило сотни людей в выходной день собраться в центре Москвы. Ответ в сегодняшнем выпуске A1 News. Сейдж Фрэнсис, один из самых необычных деятелей современного хип-хопа, выступил в Москве. Продолжение рассказа о фестивале «Соседний мир». Еще больше ваших любимых музыкантов «Солнце, море и веселье». Новости из мира кино. Антон Карбайн снял свою вторую кинокартину. Джим Джармуш собирается экранизировать биографию Игги Попа. О жизни Боба Марли, наконец, снимут фильм. А также первая альтернативность собирает поздравления от своих зрителей. Самым активным, креативным, честным и позитивным мы будем дарить в свой день рождения подарки. Подробности в этом выпуске A1 News. Ну и, конечно же, как всегда, обо всем самым интересным, найденном на просторах интернета, в рубрике «Вебнутые». В самом центре Москвы, на Пушкинской площади, состоялся митинг-концерт в защиту Химкинского леса. Подробности далее. Кратце напомним, почему именно эта проблема заставила сотни людей в выходной день пойти именно на митинг. Лесополоса под Москвой попадает под план строительства новой платной трассы. Под угрозу таким образом попадает зеленый поезд столицы и уникальные подмосковные леса. Средства массовой информации в основном обходят проблему стороной. Именно поэтому на митинге-концерте «Яблоку» негде было упасть. Ну, я ожидал, что будет столько народу. Я не ожидал, что будет столько милиционеров и ОМОНовцев. Но, главное, я ожидал, что тут будет стоять нормальная аппаратура. Но, к сожалению, наши грузовички с аппаратурой не пропустили. Поэтому концерт происходит в стиле «Ленин на броневике». Действительно непонятно, кто и почему запретил звукоусиливающую аппаратуру на митинге. Ораторам в помощь был лишь один мегафон-матюгальник, а музыкантам и вовсе пришлось петь для толпы акустику. Поддержавший акцию Юрий Шевчук таким образом пел почти час, а в конце призвал строить трассу в обход через знаменитую «Рублевку». Группа бортов в своих песнях никогда не сглаживала острые углы. Участников группы долго не пропускали на митинг. Но, в конце концов, всеобщими усилиями ребят удалось провести сквозь мутные кордоны. И у них единственных даже не отобрали гитару. Люди очень долго достаточно борются за то, чтобы трасса пошла в обход Кингенского леса. Но власть настолько это просто замущает, настолько это чудовищно, что люди плюют, они вообще игнорируют все эти действия защитников. И более того, постоянно происходят какие-то аресты, какие-то там приводы в милицию, то есть какие-то провокации. Мы знаем, конечно, что наше общество, ну не общество, а к нашему обществу власть относится, ну к нам как к быдлу, мягко говоря. Но тут, по-моему, все границы уже переходят. Митинг вообще стал олицетворением того, что происходит в нашей стране. Люди стояли в огромных очередях, якобы для собственной безопасности. Вход для прессы был закрыт, неподалеку дежурил автобус с ОМОНом, а милиции было в разы больше, чем нужно. Но все это не помешало людям и музыкантам быть услышанными. Сейчас какая-то странная история. В любой акции появляется какой-то политический подтекст, но это не нашими стараниями. Просто кто-то там чего-то очень боится. Я-то вообще далека от политики, ни с правыми, ни с левыми. Но просто когда я вижу ОМОН, который встречает Шевчука, я понимаю, что значит, блин, в этом есть какой-то и политический подтекст, к сожалению. Митинг и концерт на Пушкинской площади – изначально экологическая акция. Попытка достучаться до руководства, попытка помочь защитникам леса быть услышанными. Я хочу сказать, что я пришел в честь главного редактора «Химкинской правды», который сейчас превратился в овощи, извините. Его статьи о Химкинском лесе, короче, избили, показывали портаж. Просто человек не может ходить и может здраво излагать свои мысли, его превратили. Вот я в память его. Михаила Бекетов. Да, Михаил Бекетов. Я считаю, что все должны нас поддерживать, в том числе и управление внутренних дел, и все прочее. Но, по-видимому, это кому-то настолько мешает, что превратили наш человеколюбивый и природолюбивый митинг лесовичков вообще в какую-то опасную конфронтационную акцию. Значит, есть что скрывать и от чего бояться людей. Коля Карасев, Денис Яров, A1 News. Далее новости из мира кино. В прокат выходит вторая картина главного рок-фотографа всех времен Антона Карбайна, автора нашумевшего фильма «Контрол» о жизни и смерти лидера Joy Division Йена Кертиса. Новая картина Карбайна под названием «Американец» совсем не о музыке. Главная роль в нем принадлежит не рок-герою, а профессиональному киллеру. Также, в отличие от черно-белой ленты «Контрол», новый фильм будет в цвете. Играть главную роль Карбайн доверил не кому-нибудь, а Джорджу Клуни. Посмотреть, что вышло из этой затеи Антона Карбайна заделаться большим режиссером, можно будет уже с первого сентября, когда картина появится в российском прокате. Трейлер фильма уже сейчас можно увидеть на нашем сайте a1tv.ru в разделе «Музыкальные новости». Джим Джармуш снимет кино про Игги Попа. В одном из недавних интервью режиссер Джим Джармуш поделился своими творческими планами. Он планирует снять документальную ленту, героем которой станет Игги Поп. Их связывает давняя дружба, а также Игги уже снимался в двух картинах Джармуша «Мертвец» и «Кофе и сигареты». Режиссер рассказал, Игги Поп сам предложил мне сделать о нем фильм, однако далее уточнил. Хотя говорить о чем-то конкретном пока рано, нам спешить некуда. Фильм станет второй документальной работой Джима Джармуша о музыке. Первой была картина «Год лошади» о концертном туре Нила Янга, который также является другом режиссера и автором знаменитого саундтрека к фильму «Мертвец». О жизни Боба Марли снимут в фильме. Довольно странным выглядит тот факт, что судьба столь культовой фигуры до сих пор не была экранизирована. Попытки сделать это предпринимались, но пока безрезультатно. Исправить это упущение пообещала Дженни Эш, британский телевизионный режиссер. Она заявила, что цель ее картины не лишний раз подтвердить звездный статус Марли, а просто показать его обычным живым человеком. Ну а раз уж фильм будет не о творчестве, а о жизни, то особое внимание в нем будет уделяться любовному треугольнику между Бобом Марли, его женой Ритой и обладательницей титула «Мисс Мира 1976» Синди Брейкспир. Кому предстоит сыграть главную роль в киноленте, пока неизвестно, но очень интересно. Далее в выпуске. Главное музыкальное событие года – шоу немыслимых масштабов, каких Москва еще не видела. Как вы уже, наверное, догадались, речь в сегодняшних новостях пойдет о приезде ЮТУ. Сейдж Фрэнсис, один из самых необычных деятелей современного хип-хопа, выступил в Москве. Продолжение рассказа о фестивале «Соседний мир». Еще больше ваших любимых музыкантов «Солнце, море и веселье». А также «Первая альтернативность» собирает поздравления от своих зрителей. Самым активным, креативным, честным и позитивным мы будем дарить в свой день рождения подарки. Подробности в этом выпуске A1 News. Ну и, конечно же, как всегда, обо всем самым интересным, найденном на просторах интернета, в рубрике «Вебнутые». Сейдж Фрэнсис, один из самых необычных деятелей современного хип-хопа, выступил в Москве. Подробности в сюжете Коли Карасева. Уже совсем скоро в Москве впервые выступит американский независимый хип-хоп-исполнитель Сейдж Фрэнсис. Его музыка не для угара, она для того, чтобы что-то осталось здесь и вот здесь. Независимость и прибыль всегда шли разными путями. Вот и Сейдж даже представить себе не мог, что когда-нибудь он будет продавать пластинки по всему миру и давать концерты. Я начал читать рэп, когда был еще пацаном. С возрастом я записывал все больше и больше материала. Я даже не думал, что какой-нибудь лейбл мной заинтересуется, я же делаю странный хип-хоп, его не услышишь на радио. Поэтому я решил пробиваться сам. Меня стали поддерживать мои фанаты. Благодаря их поддержке я все больше мог вложить в себя и свою карьеру. А потом я организовал лейбл под названием «Странная и известная музыка». Так все росло и продвигалось. Теперь у нас есть возможность продолжать выпускать музыку. С тех пор Strange Famous Music выпускает хип-хоп не для всех и все, что с ним связано. Сейдж не забыл друзей, с которыми начинал. Все они подписаны и выпускаются на лейбле. Фрэнсис выпустил уже четыре собственных альбома, каждый из которых стал событием не только в хип-хопе, но и в музыке в целом. И на каждом из них он сотрудничал с именитыми независимыми композиторами и музыкантами. Я работал с целой кучей разных людей. Ведь они мне нужны, чтобы музыку писать. Я читаю рэп, а они делают все остальное. Есть еще много народа, с кем бы я хотел поработать. Они делают самую разную музыку. Я думаю, что у нас получается. Мне хотелось бы так думать. Вот засранец. Иди отсюда. Сейдж – первый хип-хоп-артист, подписанный на панковском лейбле «Эпитаф». Он основан гитаристом Bad Religion Брэдом Гуревичем. Кстати, с Bad Religion Сейдж Фрэнсис тоже успел посотрудничать. А на последнем альбоме «Лайф» музыка к одной из песен написана композитором фильма «Эмили» Яном Тирсоном. Брэд из Bad Religion все еще у руля «Эпитаф». Вот он мне и предложил записаться в одной из их новых песен. Я, конечно, согласился. Люблю Bad Religion. А с Яном Тирсоном и другими такая история. Мы рассылаем запросы, звоним, спрашиваем, не хотели бы они написать музыку для моего нового альбома. К счастью, Ян Тирсон согласился. И у нас получилась одна из самых моих любимых песен. На московском концерте Фрэнсис сыграл самые знаменитые свои треки. Казалось, что он успевает пережить всю бурю эмоций на сцене. Такого точно не скажешь про современных мейнстрим-рэперов. И тогда мы спросили, не хотел бы Сейдж оказаться в чернокожем мейнстриме, где основные признаки успеха – тёлочки и тачки. И он ответил так. Ну кто же не хочет тёлочек и бабла? Я думаю, что белые барыги, выпускающие музыку, сделали чёрный рэп таким. Ведь были одни мейджор-лейблы, которые продолжали и продолжают вкладывать деньги в одно и то же. Так мейнстрим и стал тем, чем он сейчас является. Независимый хип-хоп больше подходит для прослушивания одному в наушниках. Тут надо немного напрячь извилины пацаны. Коля Карасёв, Оскар Турсунов, A1 News. Внимание! Первый альтернативный объявляет начало массового сбора поздравлений от зрителей. Вы были с нами все пять лет, и у вас наверняка есть что сказать нам в честь нашего первого юбилея. Мы уверены, что наши зрители самые талантливые и самые искренние. И именно поэтому мы принимаем поздравления от вас в любом виде. Рисуйте, чертите, пойте, кричите, пишите стихи, снимайте видео, присылайте фотки. Все ваши поздравления займут достойное место на сайте первого альтернативного. И, конечно, войдут в его историю. А самые креативные, честные и позитивные получат билеты на празднование пятилетия первого альтернативного, которое состоится 24 сентября в дворце спорта Мегаспорт на Ходымке. Атакуй первой альтернативной своими поздравлениями и иди на день рождения канала, на котором выступит великий Мессив Атак. Ждем писем на ящик А1СобакаА1ТВ.ру Во второй части нашего рассказа про фестиваль «Соседний мир» вас ждет еще больше отпетого веселья от ваших любимых музыкантов. В продолжении повествования о фестивале мы расскажем вам о том, как прошли второй и третий день, кто зажигал на сцене и просто зажигал. Да и просто постараемся передать вам волшебный дух фестиваля на Крымском побережье. Повествование о втором концертном дне мы начнем с выступления группы «Луна», участники которой уже и сами были в чаду кутежа и устроили его для других. Вообще фестиваль очень прям такой, я не знаю даже как объяснить, такой царит какой-то прям, такой позитив просто прям вообще нереально и очень круто. Мы прям тут приехали и думаем, как бы нам тут вообще зависнуть прям на очень долго, чтобы нас отсюда не выделили. Те, кто поехал на «Соседний мир» из России, почувствовали силу таможни. От трех до шести часов требуется, чтобы попасть на территорию Украины. Всем, даже музыкантам. Грустно, что теперь Россия и Украина – это разные страны и неудобно. Леша Карпов из группы «Сакара» говорил об этом прямо со сцены фестиваля. Или украине, если мы разговариваем на одном языке. Брат, брат, брат! И получилось, что это самое выражение «брат, брат, брат» стало практически лозунгом фестиваля. Посыл и заряд группы не оставили равнодушным никого. Видно было, что ребята по-настоящему выложились. Да, мы сначала выкладывались на пляжи, потом выкладывались дома, потом выложились тут. Сейчас пойдем выкладываться опять на пляж. Из грязных бинтов и открытых кран, между мертвых этажей. После «Сакуры» настала пора всем устроить просто жесточайший угар. На сцену вышли ребята из стигматы. Здесь очень крутая публика. И самое главное, они любят северный металл из города Санкт-Петербурга. И это очень круто. Мы очень любим этих чуваков и приедем еще раз обязательно. Завершила программу второго дня группа «Люмин», участникам которой по-настоящему понравилась на фестивале. Очень приятно удивил. То есть все, кто любит летние фестивали с неповторимой какой-то атмосферой, вот здесь это есть. Как нигде больше. И как-то незаметно триумфальное выступление «Люмин» переросло в диджей-вечеринку с «Файер-шоу». Барабанщик «Сакуры» играл живой драм-н-бэйс. В общем, спать на соседнем мире никто не собирался. И таким образом все действие как-то само собой перенеслось в третий день. На сцену вышли скворцы Степанова. И очень удивили всех необычным материалом и подачей музыки. Как оказалось, все дело в подготовке. Серьезно репетируем. Мы подготовились. К этому фестивалю мы готовились особенно серьезно. Вот песня «Гномики». Вы покупали что-нибудь? Специальную песню «Гномики» мы написали специально для этого фестиваля. Правда, там полтора... А вот два года назад. Два года назад. Но мы знали, что мы приедем и здесь ее споем и спели. На соседнем мире все были свободны и объединены общей светлой идеей. Есть ощущение, что ты не один. Что таких, как ты, много. И что мы одна большая семья. Наконец мы с вами дождались. В Москву приехали ЮТУ. Не так давно защитники Химкинского леса написали Бона письмо. А он общался с президентом Российской Федерации Аллетт Зеппалин и дарил ему свои записи. Кроме того, участники группы познакомились с достопримечательностями столицы. А потом состоялось то, чего так ждали многочисленные поклонники вселенских масштабов шоу. Свершилось то, о чем так долго говорила вся музыкальная и немузыкальная общественность. На большой спортивной арене Лужников состоялся грандиозный концерт ирландской группы ЮТУ. Группа, как полагается, прилетела в Москву на собственном самолете. Причем за три дня до концерта. За это время Бона и сотоварищи успели сходить в музеи, осмотреть достопримечательности и, конечно же, встретиться с самыми преданными фанатами. Знаменитый тур 360 градусов уже успел объехать почти всю территорию США и Европы. И, наконец-то, знаменитая огромная круглая сцена доехала до Лужников. Ее монтаж занимает целых четыре дня. Команда насчитывает 700 человек, а для перевозки оборудования используется 200 грузовиков. Накануне мы посетили стадион, чтобы увидеть это своими глазами. Мы находимся на большой спортивной арене Лужники, где завтра состоится концерт группы ЮТУ. Самое главное музыкальное событие года, как принято его позиционировать. Сегодня идут последние приготовления. Бона сейчас пьет чай в Сочи с Дмитрием Медведевым, а ребята работают. Посмотрим, что будет завтра. А на завтра первый российский концерт ирландских рокеров оправдал свой статус. Такого Москва еще не видела. Трудно сказать точно, но по нашим ощущениям на концерт собралось 60 тысяч человек. От такой аудитории почти всем современным музыкантам остается только мечтать. Как только ЮТУ вышли на сцену, над стадионом пошел дождь, но под такую музыку и промокать одно удовольствие. Субтитры создавал DimaTorzok В конце концерта на сцену вышел Юрий Шевчук, чтобы спеть вместе с Боно песню «Knocking on Heaven's Door». Но даже после этого музыканты не успокоились и сыграли еще пару всенародно любимых хитов. В общем, кажется, концерт в России понравился не только всем поклонникам группы, но и самим музыкантам. А лучшая профилактика, если промок, как известно, русская водка. Все совпало. Субтитры создавал DimaTorzok Коля Карасев, Денис Яров, Сергей Фирсов, A1 News Далее смотри рубрику «Вебнутые». Все хорошее когда-нибудь заканчивается, так и лето 2010 года уже без пяти минут в архиве. А мы движемся дальше и раскопали для вас квартет сайтов, которые либо принесут вам пользу в учебе, либо просто вызовут недоумение. Зачем кто-то тратил свое время на это? В конце концов, отрицать факты их существования просто глупо. Если уж говорить об образовании, то начинать нужно с сайта Министерства образования и науки нашей необъятной родины. mon.gov.ru Звучит, конечно, не очень, но суть ведь важнее. Уже на главной странице можно залипать на цветное меню в стиле «каждый охотник желает знать», а также закопаться в ворохах пресс-релизов и анонсов, написанных абсолютно так же, что важно и оформленных, как сами официальные документы. Нельзя спорить, что данный сайт одного из министерств выглядит гораздо дружелюбнее, чем многочисленные сайты-клоны других ведомств. Поэтому мы ставим за дизайн твердую, заслуженную тройку. Мы даже глаза закроем на наличии бегущей строки и использовании разных шрифтов на странице. Но за функциональность, простите, только два. Впрочем, как и за контент. Родителей вызывать не будем, ибо знаем, очень они занятой народ. В целом, в современной системе образования у общества, как известно, много вопросов. Поэтому отметим, что на министерском сайте существует соответствующий раздел «Вопросы и ответы», последний за подписью самого министра Фурсенко. Отметим, что последний ответ датирован августом прошлого года. Правда, форму для отправки вопроса министру найти так и не удалось. Второй на очереди сайт правил русского языка derules.ru, то есть правило.ru. Derules – отличное название для рок-группы, в Германии такая даже есть. Но вернемся, как говорила одна моя учительница, к нашим баранам. На первый взгляд, данный сервис вызывает легкое недоумение. Ведь обычные правила можно почитать в учебнике, если, конечно, от него не осталась только обложка. Но приглядитесь внимательнее, ничего не замечаете. Сайт-то просто сделан. И это не гениально, а вроде бы обычно. Для сравнения можно снова взглянуть на старый добрый грамота.ру. Пользоваться сайтом derules.ru сможет любой российский школьник. Если ввести в поисковые строки сайта тире, он ответит правилами использования тире на письме. А на запрос слова «например» даст пример выделения этого слова запятой, а не интервью Паука Тройского, как можно было предположить. В общем, за контент и дизайн мы уже ставим по пятерке. К слову сказать, так выглядит сайт в браузере айпада или айфона. Так что из-за функционала придется раскошелиться еще на одну пятерку. Полезный сайт, тем более, что пользоваться им можно прямо в школе. Ведь в школе почти у каждого теперь есть модный электронный девайс. Следующий сайт. Барабанная дробь. МГУ имени Ломоносова. Тройное W MSU.ru Тут сменю на первый взгляд все по старинке. Левая колонка информация, правая фотографии в центре новости. У старейшего университета и сайт должен быть старейшим. Но поступающим в этот университет нужно знать. Лучше сразу заходите вконтакты и все узнавайте лично. Так как в остальном это ссылки на законы, уставы или просто неработающие страницы. А если не дай боже вам нужно будет найти вакансии в разделе факультет иностранных языков и регионоведения, то вам просто и доступно скажут, искомая страница не найдена. И даже усмехнуться напоследок, мол пробуйте найти нужную вам страницу на карте сайта. В общем, экономьте нервы и время, господа. Три за дизайн, два за функционал и контент. Хотя, сказать вам по секрету, думается, что сайты других вузов нашей страны вряд ли сильно отличаются в лучшую сторону. На сладкое у нас сайт, который многие уже наверняка излазили вдоль и поперек. Но если не знаете, открывайте тетрадки и пишите theoryandpractice.ru В простонародье, теории и практики. Это портал, который собирает по всему городу все лекции, воркшопы и события, которые могут быть интересны людям, жаждущим учиться, учиться и еще раз учиться. Самое интересное, что практически все события бесплатные. И для того, чтобы туда попасть, нужна простая регистрация. В общем, сайт получает все три заслуженные пятерки. Единственное «но» — это абсолютное сходство сайта с одним популярным хипстерским ресурсом. С вами были Вебнуты. Эту подборку сайтов мы подготовили совместно с нашими друзьями с журналом F5. Говорят, тем, кто читает F5, и учиться не надо. А зачем? И еще в сентябре вебнуты отправляются в новый сезон. Вы увидите новые ресурсы, новый подход и, главное, настоящих, живых вебнутых. До встречи осенью! Благодарю за невероятно красивое платье проект мобильеры.ру Вы смотрели A1 News, а я, эфиопская принцесса Юкли, желаю вам попутного ветра. Редактор субтитров А.Семкин